Цифровое образование Каждого из них ждут разные направления обучения, начиная от кибергигиены и робототехники до разработки приложений с помощью виртуальной реальности. IT-куб на территории города Старооскол будет являться уникальной экосредой для обучения детей навыкам программирования и алгоритмического мышления. Чем уникально? Да, программирование существовало и до открытия IT-куба, и дети также занимались. Но уникальность нашего центра заключается в том, что как раз-таки в рамках одного учреждения будут собираться наши коллективы, которые будут совместно разрабатывать проекты, презентовать их, в общем, совместно думать, защищать и развивать. Куб. Именно так в Центре цифрового образования называют кабинеты, где изучают IT-дисциплины. И таких кубов шесть. А досуги детей тоже позаботились, не забывая о направленности центра. В перерывах ребята могут прокачать свою логику игрой в шахматы или же погонять в футбол при помощи настоящих роботов. Шесть направлений IT-куба. И все они для нас новые, интересные и неизведанные. Кроме одного, конечно, это робототехники, которыми мы занимались. Одним из условий создания IT-куба было, конечно, наличие шахматной гостиной, потому что шахматы – это что? Это логика, это алгоритм определенный. Уже на старте работы самыми популярными направлениями стали VR-разработка приложений и язык программирования Python или Python. Жизнь любой программы заключается в написании определенного кода, в котором заключены все команды и действия. Python – прост тем, что его с легкостью могут освоить даже дети. На наших занятиях дети получают основы программирования языка. То есть это изучение основных алгоритмических конструкций, это знакомство с наиболее популярными функциями, библиотеками и так далее. Сейчас язык программирования Python, он очень популярный. Он востребован как в технологической сфере, так и среди творческих различных команд. Это и NASA, это и YouTube, и Google. Первый проект в Кубе – основы программирования – уже есть. Виртуальный собеседник Анфиса. Разработка не новая, но на начальном этапе обучения очень комфортная для изучения. Анфиса, здесь прописан у нас алгоритм, определяющий настроение собеседника, и вот мы, пожалуйста, запускаем. Открытие центра прошло в формате экскурсии, где всех гостей праздника ознакомили с новыми дисциплинами. Ну и какое открытие без заключительного сюрприза, который подготовили юные авиамоделисты. Три, два, один, старт! Ну все, ракета запущена, старт обучению дан. Начать обучение в Центре цифрового образования IT-куб можно с 7 лет. Быть прирожденным программистом не обязательно, нужно только огромное желание и рвение к познанию мира IT-технологий. Продолжение следует...